Глава Твери Алексей Огоньков выступил с ежегодным отчетом о результатах своей работы и деятельности администрации за 21 год. Подробный доклад по каждой отрасли муниципального хозяйства заслушали депутаты городской думы. После этого председатель Евгений Печуев также подвел итоги работы за год Тверского парламента. Подробности далее. Исполняя бюджета работы городских предприятий, новые дороги, строительство жилья и социальных объектов, благоустройство общественных зон. В докладе главы Твери Алексея Огонькова были затронуты все ключевые направления работы муниципалитета. Органы местного сумправления прилагали все усилия для реализации намеченных планов и максимально эффективного использования имеющихся ресурсов. В целом, несмотря на все объективные сложности, по большинству направлений нам удалось достигнуть плановых показателей. 21 года по социально-экономическому развитию города обозначено в стратегии 2035. В Твери продолжается реализация шести национальных проектов с общим объемом финансирования почти 2 миллиарда рублей. В прошлом году был построен детский сад на улице Планерной, а сейчас идут работы в садах Налевитана и Склицково. Общей проектной мощностью 380 мест. Серьезный объем средств был направлен на нацпроект «Безопасные и качественные дороги». За три года в городе было отремонтировано 143 объекта общей протяженностью почти 160 километров. Администрация города старается включать программу ремонта проблемной участки, которые обозначают жителя нашего города. Самым крупным объектом благоустройства прошлого года стала Мигаловская набережная. Отремонтированы две придомовые территории. Выполнено благоустройство сквера дружбы и территории возле памятника Андрею Дементьеву. По окончании доклада Алексей Огоньков ответил на вопросы депутатов. А затем со своим годовым отчетом выступил председатель Думы Евгений Печуев. Опыт последних лет говорит о том, что депутатский корпус справится с оперативными задачами и с принятием решений по стратегическим вопросам в жизнедеятельности города. Евгений Печуев подробно рассказал об итогах деятельности депутатов в 2021 году и поблагодарил всех за конструктивную работу.